В ГИБДД отменен штраф за пересечение сплошной полосы тенью машины. В Москве водитель получил фотографию с таким вот нарушением и выложил снимок на один из автомобильных сайтов. Рассказал, что всё закончилось хорошо. Народ, сегодня невероятное утро. Все пишут, что в первых строчках новостей просто ошеломлён. Друзья с других городов звонят и охлаждут. Отзвонились из ГИБДД, сказали, что штраф отменён. Прислали на почту копии бумаг. Всё чики-чики. Позже выложу фотки этих бумаг с разъяснением. Фотография необычного нарушения пришла к водителю спустя три дня. Всё произошло в центре Москвы на пересечении МКАД и Липецкой улицы. Автолюбитель сразу же написал жалобу в ГИБДД и на неё быстро отреагировали. Объяснили, что всё произошло из-за сбоя системы. Пользователи поддержали пострадавшего мужчину и удивлялись, как такое вообще могло произойти. Все документы отправляют только после проверки сотрудникам транспортной полиции. А пока тени не исчезли, за них можно ещё и дорожный налог взять и на бензик набавку сделать. Чё время терять? С тенью лучше дружить, чтобы так не подставляло. Впрочем, очень показательно, кто у нас работает в органах после переаттестации и подписывает такие документы. Пришлите им фото денег, а лучше отправить тень от денег. Вот, кстати, специалисты, и в том числе в нашем эфире, говорили о том, что, возможно, ГИБДД сотрудники просто побоялись, что если всё-таки дело дойдёт до суда и начнётся разбирательство, то, возможно, придётся потом уже проверять тот самый отдел, который отправил это уведомление о штрафе владельцу машины, чья тень нарушила правила. Впрочем, сбои в системе фото- и видеофиксации нарушений на дорогах – это не редкость. Вот только не все водители открыто заявляют об этих ошибках. Разве что случаи совсем уж абсурдные. Платить частенько составляют не за себя, а за того парня. В Татарстане водителю пришёл штраф за превышение скорости на 22 км в час. Но на фотографии, сделанной регистратором, видно, что машина в момент нарушения стояла на эвакуаторе. Дело в том, что Hyundai как раз везли с места аварии. Частный эвакуатор гнал под 90. По его словам, система сразу должна была отбросить снимок как брак. Но не сделала этого. Автолюбитель сразу же решил разобраться, отправил жалобу в ГИБДД. Спустя неделю штраф аннулировали, а перед водителем даже извинились. Объяснили – всё сбоем в системе видеофиксации. Так что платить за превышение скорости теперь придётся владельцу эвакуатора. Бывает, что системой пользуются мошенники. Автовладелец из Новосибирска получил сразу 10 штрафов за клон своей машины из Уфы. Водитель обратился в ГИБДД. Там ему посоветовали написать в инспекцию Уфы, которая и отправила штраф. Его заявление об автомобиле-призраке просто не приняли. Звонил по прямому номеру к ним. Дозвонился только через три дня. Говорят, пишите всё на сайт. Я описываю ситуацию, добавляю фото, но при загрузке сервер виснет и вдаёт ошибку. И так на протяжении двух дней. После чего мне приходят ещё пять штрафов. Итого уже 10. В инспекции мне сказали, что я не умею пользоваться интернетом. Причём, если сравнить фото машины жителя Новосибирска и снимки его клона, можно заметить, что автомобили разные, а вот номерные знаки одинаковые. В итоге участники группы сети ВКонтакте решили помочь пострадавшему от мошенников. За несколько дней они выследили автомобиль-призрак на улицах Уфы и сделали фото, чтобы было проще доказать, что оштрафованного мужчину действительно подставили. И теперь пострадавший обратился в полицию. Получить штраф по ошибке можно даже не выезжая на трассу. В конце прошлого года в Москве произошёл сбой системы оплаты парковки. И водители просто не могли внести средства на свой счёт. И время стоянки продолжало учитываться. Так что автовладельцы не могли заплатить в установленный срок. Правда, ошибку вовремя заметили и устранили. А штрафы, которые могли начислить, отменили. Со сбоями системы можно и нужно бороться. И сделать это иногда помогает даже наука. Физик из Татарстана трижды мог оспорить в суде, выписанный ему штраф. Так ему удалось сохранить в кармане 3000 рублей. Учёный смог доказать, что датчик фоторадара, который снял его авто, был расположен очень низко. Из-за этого показания скорости, с которой двигалась машина, сильно увеличивались. Ну фотографии, вообще говоря, я штраф даже не стал рассматривать. Поначалу, так сказать. Я так, ну ладно, заплачу и всё. Ну, 500 рублей это себе проблема. Потом посмотрю фотографии как-то, то есть под полы как бы снято. То есть это устойчивая система, на которой, с помощью которой можно отрезать, сориентировать нормальную дачу. То есть он на уровне глаз. Даже нам говорится, на уровне глаз, по сути, удобно ставить, чтобы прицелить. Но просто отменой штрафа история не закончилась. Дело передали на рассмотрение Верховный суд Татарстана. И уже там решат, на чьей же стороне всё-таки правда. Евгения Змановская, Александра Островская. Live. Ещё раз рассмотрим.